Всем добрый день! Тема нашего сегодняшнего видео это обработка питомца от паразитов. Мы снова с нашим ветеринарным экспертом Игорем, который нам расскажет, как правильно обрабатывать питомца, как часто это делать и ответит на самые распространенные вопросы по поводу обработки. Игорь, добрый день! Добрый день, Ольга! Добрый день, друзья! Да, действительно, тема противопространенной обработки была, есть и еще будет всегда, пожалуй, всегда актуальна. Вне зависимости от сезона, вне зависимости от образа жизни, сразу раскрою интригу, обрабатывать животное нужно регулярно от этого заболевания пероплазмоза. Либо эти препараты могут не допускать укус самого креща, к таким препаратам относятся капли, спреи. Также есть препараты, которые не допускают самого заражения в момент укуса, к таким препаратам относятся таблетки. Смоется с шерсти, смоется с фото жирового слоя, и питомец потеряет защиту. Капли – это очень удобная лекарственная форма, которая, например, помогает обработать легко и просто, обработать комплексно, потому что капли – это лекарственная форма, зачастую подразумевающая комплексную защиту не только от внешних паразитов, но и от внутренних паразитов. Поэтому все эти факторы лучше всего поможет учесть грамотная консультация ветеринарного специалиста. Ветеринарный специалист, работающий в зоомагазине, всегда задаст фокусные вопросы, которые помогут подобрать именно оптимальный препарат с учетом образа жизни питомца, условий содержания, потенциальных источников опасности для этого питомца. Это будет наиболее лучшим вариантом, если именно специалист в зоомагазине окажет такую консультацию. Я уверен, что наши специалисты в зоомагазине всегда дают разгонтые консультации в полном объеме и выбирают именно нужные препараты. Также хочу акцентировать внимание не только на эктопаразитах, но и на эндопаразитах. Безопасного периода после обработки тоже не существует в отношении герминтов. Чаще всего рекомендуют обработку раз в 3 месяца. Но есть животные, которые находятся в группе риска по герминтозам. К таким животным относятся животные на скучном содержании. То есть, если в квартире проживает не только кошка, но и проживает собака, которая пользуется выборной площадкой, где есть другие собаки, то и кошка, и собака это потенциальные, это животные в группе риска. И таких животных нужно обрабатывать чаще, желательно обрабатывать чаще, чем раз в 3 месяца. Вот, собственно, основной спич, основной посыл, который я сегодня хотел до вас донести. Да, основной посыл, безусловно, это регулярная обработка ваших питомцев от паразитов. Только регулярная обработка поможет вам быть спокойным и поможет вашему питомцу избежать таких страшных заболеваний, которые нам рассказал наш ветеринарный эксперт. Будьте здоровы, оберегайте ваших питомцев и до новых встреч. С вами была команда «Четыре лапы». Пока-пока.